Добрый вечер нашему гостю. Традиционно мост, тема практически для всех главная на сегодня. Какая ситуация с ремонтом? Слышала, что вы говорили, называли срок 25 декабря. Откуда это или это не так на сегодня уже, завершение работы? Это так. Добрый вечер. И действительно мы планируем закончить в этом году ремонт моста, то есть к Рождеству, к 25 декабря. Мы планируем выполнить все необходимые работы до этого периода. То есть сегодня у нас мы на одной половине моста уже восстановили новое гидроизоляционное покрытие. Как я говорил, это один из самых, не один из самых, это самый современный материал, который используется во всем мире. Он у нас используется впервые. Он зарекомендовал себя хорошо на всевозможных стройках, которые ездил, смотрел, трогал руками. То есть эффект достаточно хороший. Там мы уже уложили асфальтное покрытие. В течение двух недель мы планируем полностью закончить абсолютно все ремонтные работы по правой стороне моста, после чего мы откроем его для автомобильного движения, а левую сторону мы с ней сразу перейдем где-то через две недели и планируем закончить числа, максимум до 25 декабря. А если погода, дожди, потом мороз может в ноябре ударить, как вы устанавливали, как вы высчитывали эту дату 25 декабря? Может же наступить погода, которая там не позволит работать? Ну, единственное то, что может повлиять, это обильные дожди. Но мы надеемся, что дожди не будут у нас идти там две недели подряд. У нас большое количество демонтажных работ, большое количество работ, которые можно проводить при любой погоде, при любом температурном режиме. Но если там не будет экстремальной температуры, там минус 15, там минус 20. Но все виды работ, которые будут выполнены, которые можно выполнить до низких температур, я думаю, мы планируем их, мы их закончим где-то к числу 15, там 20 ноября. А после этого уже перейдем к укладке и асфальта бетонного покрытия. И за это время сможем заменить и перильное ограждение. Сейчас у нас, прямо сейчас, если у нас работы по правой стороне с подмостей закончены, то наши сотрудники, то есть работники, подрядчики перешли на работу моста уже непосредственно с левой и с низовой стороны. И кто проезжает там на транспортных средствах с набережной, это можно увидеть. Либо кто передвигается водным транспортом, это тоже очень хорошо можно все увидеть. У нас там останется из огромных больших работ, это полностью демонтаж всего покрытия, то есть асфальтного покрытия. И под ним находится еще гидроизоляционный слой, вернее его остатки, ошметки. А также арматура и сетка, которой, как впоследствии потом выяснилось, не оказалось в проекте. Нам проект пришлось переделывать несколько раз. То есть к 25 декабря, к Рождеству, у нас мост должен? Да, к Рождеству, думаю, мы успеем и сделаем. Откроем его без пафоса, понятно, не будет никаких ленточек. Боже, сохрани, не надо нам такое абсолютно никому. Просто возобновим движение. А скажите, по предыдущему подрядчику были нарекания, огромные обвинения в работе. Что-то есть какие-то данные по будке ответственности? Ну, насколько мне известно, находится под следствием один из руководителей предыдущего предприятия. Я не готов давать оценку с точки зрения правоохранительных органов. Потрачены ведь деньги, да? Да, деньги потрачены, то есть, ну, будем говорить так, у меня есть к ним претензии только по двум моментам. Это по срокам выполнения и по стоимости. Со всей ответственностью, говорю, по качеству выполненных работ к ним претензий нет. Я об этом говорил, когда ходил, давал пояснение, когда меня опрашивали, и сотрудники прокуратуры, и сотрудники других правоохранительных органов, там огромное расследование, но продолжается по этому поводу. Действительно, все экспертизы, которые проходили по качеству выполненных работ, к подрядчику у нас претензий нет. Есть претензии цена, есть претензии сроки. Это действительно так. Цена завышена, сроки нарушены. По некоторым моментам, то есть, по срокам они вообще выбились из графика. То есть, ну, там, тут даже речь не то, что они не просто выбились из графика, они просто его сорвали, просто его сорвали, этот график. И я хочу сказать, если бы с первого дня мы работали с тем подрядчиком, который работает у нас сейчас, то, я думаю, к февралю 2018 года мы бы уже о ремонте моста забыли, то есть, ремонтные работы должны были быть выполнены к февралю 2018 года. Но, видите, мы потеряли какой промежуток времени. К работе нынешнего подрядчика у вас претензии? Пока никаких, боюсь уже сглазить, то есть, я уже, честно говоря, мало кому верю из подрядчиков вообще. На сегодняшний день пока никаких замечаний нет, они идут даже с небольшим, то есть, небольшим, но с опережением идут. Смотрите, не знаю, насколько это правда или нет. Говорят, что было ваше распоряжение о демонтаже бордюрного камня на всех пешеходных переходах, там с целью как-то, чтобы низкополый транспорт мог двигаться, да, на остановках останавливаться. Это правда или нет? Было такое распоряжение? Было такое, но не совсем правда. То есть, речь шла не о демонтаже бордюра, а о его понижении бордюра. То есть, бордюр в определенных местах, он обязательно должен быть понижен для, прежде всего, для маломобильных групп населения, а также для тех, кто передвигается велосипедным транспортом, родителей с колясками и так далее. То есть, у нас, согласно моему распоряжению, максимальная высота бордюра может быть до полутора сантиметра. То есть, от линии асфальта бордюр может быть максимум на полтора сантиметра, то есть, не более. А понижение, как его возможно понизить, не демонтируют? То есть, его демонтируют, подрезают, устанавливают обратно, бетонируют, и затем восстанавливают асфальтное покрытие. К сожалению, то есть, на старых улицах, там, где не проходит реконструкция, это дело достаточно проблематично, оно все не держится. А там, где у нас проходит реконструкция, где у нас проходят капитальные ремонты, где проходит благоустройство, мы делаем понижение бордюров в обязательном порядке. Совершенно логично это учитывать. Совершенно логично учитывать, но за каждым подрядчиком нужен глаз да глаз, каждому надо, извиняюсь за выражение, раздавать подзатыльники, поскольку у нас квалификация наших строителей в большинстве желает оставлять лучшего. Все, кто умеет что-то делать, уже работают в Польше. Они в Фейсбуке еще сидят. А и в Фейсбуке сидят, дают советы, как правильно построить мост, или где лучше построить крематор, или как за две недели построить мусоросжигательный завод. А вы подзатыльники лично раздаете? Лично, да. В переносном смысле. Бывает такое, я не говорю, что занимался рукоприкладством, но было такое, меня довел один подрядчик, я в него кинул кусочек черенка, но у меня просто такое было один раз. Не сдержался, потом принос изменения публичные, такое было. Так лично приходишь, с каждым подрядчиком обходишь, тыкаешь носом, вот здесь убрать, здесь делать, потому что... Очень трудно, очень помогают советы иногда с Фейсбука, потому что не все могу объехать, не все могу увидеть, не все могу услышать, не все могут увидеть мои помощники. Определенные, ну будем говорить из общего числа Фейсбука, полезных реально 60% комментариев, 25% людей не разбираются вообще в опросе, то есть, а остальные это чистые городские сумасшедшие. А вот к слову убрать, вот как вы, не как чиновник, а как житель города, оцениваете чистоту в нашем городе? Мы сейчас не говорим о набережной, там чисто, там метут, там стригут, там поливают. Вот общая чистота, метут ли на тротуарах, окурки, вот этот песок позапрошлогодний, листья прошлогодние. Вот как вы ходите по улицам города, если ходите? Я хожу по улицам города и передвигаюсь и за рулем, и в качестве пассажира, и не только на автомобильном транспорте, то есть на другом. То есть я вижу, то есть я считаю состояние самого дорожного покрытия, вот именно что говорить о дорогах, о прибордюрных, в общем достаточно неплохое. В неудовлетворительном состоянии, не всегда должным образом, хорошо убирается придомовая территория. То есть это реально факт, это реально действительно так. А вот мы как раз, вопрос, вот было обсуждение на фейсбуке, как раз люди говорят, что придомовые территории, там где есть ОСМД, они как правило чистые, потому что там есть дворник, люди за него платят. А вот улицы, которые, они принадлежат городу, там нет рядом дома, там нет рядом подъезда, их никто не метет. Очень часто остановки не убраны. Давайте ради эксперимента вместе... Там не бумажки, бумажки собирают, люди ходят там с пакетиками собирают. Вы говорите там песок, который лежит под бордюром, покажите, где он лежит, покажите. Ну вот сегодня, я лично, там остановка пятый массив Победа. Я не знаю, куда там убирали последние. На самой остановке? Прямо на остановке, да. Вот троллейбусная остановка, она вообще жуткая, старая там, ну понимаем, да, не все сразу меняется. Ну вот песок, листья, окурки, бумажки, видно, что там очень давно не было дворника. И эта ситуация там не конкретно сегодня, это ситуация постоянная. Объясняю. На следующий год у нас принято решение, если раньше у нас убирали коммунальные предприятия, которые приходилось постоянно гонять, со следующего года за уборку, уборку непосредственно всех остановочных комплексов будет отвечать подрядчик. То есть мы эту услугу передали в аутсорсинг. То есть этим будет заняться частная организация. Выполнила, получила деньги. Не выполнила, не получила деньги. Это оптимальный вариант. Но также я хотел остановиться еще на культуре самих наших жителей. Посмотрите, какое в городе количество установлено урн, даже в центральной части города. Урны стоят через каждые 30, ну максимум 50 метров. В центральной части, пожалуй, да, а не в центральной. Скажите, а когда не в центральной части, до этого вообще были установлены урны последний раз? Не знаю. Ну я вам говорю, никогда. Ну там были там в советские времена, были какие-то урны. А как тогда добиться чистоты? Только в этом году мы установили полторы тысячи урн. Я думаю, где-то количество его на следующий год увеличится минимум в два, в два с половиной раза. Они регулярно убирают. То есть, ну а как заставить людей не сорить у себя дома? Не знаю, вы считаете чисто там, где убирают, или чисто там, где не сорят? Вот вы как понимаете? 50 на 50. В любом случае, если, например, брать даже опыт зарубежных стран, в зарубежных странах, то есть, ну в определенных некоторых, люди живут достаточно неряшливые. Понятно, там не выбрасывают из окон бутылки, а хотя может быть некоторые выбрасывают. Но там действительно регулярно убирают. Есть большая очень процедура штрафов. Это контролируется. То есть, но у нас процедура штрафов, она у нас есть. Но, как правило, там зона ответственности несколько другая. Вот у нас, например, как вы отреагируете, если вы увидите, что ваш сосед ночью вынес рамы там с демонтированной из окон и поставил их под подъезд или возле мусоропровода. Но никто же не пойдет там ни в полицию, не позвонит. Никто не захочет, а как это я на своего соседа там пожалуюсь или там донесу и так далее. И одно вытекает из других. Хотя я там недавно делал такой мини-обзор в центральной части Лондона. И все увидели, что там тоже далеко не прекрасно. И видели матрасы валяющиеся на улице прямо в центре. И пакеты с мусором. И никто в фейсбуке не кричит. И не говорят, что там мэр Лондона негодяй. Или там Тереза Мэй довела Англию до ручки. Проблема есть везде постепенно. Но давайте сравним, в каком состоянии дороги были там, скажем, три года назад. У нас там смет этот, который зимой, он вообще никогда не выбирался. Но вы видите, объективно. В центре его убирают. Я вижу, даже всего это не видела. Давайте так, что в вашем понимании нет центра? Жилмассивы, спальные районы. Внутриквартальные дороги, да. По некоторым причинам внутриквартальные дороги просто технически невозможно убрать. Из-за отсутствия там асфальтового покрытия. То есть, там просто не может заехать коммунальная техника. Если он заедет туда, у нас мы приобрели специальные автомобили, которые работают на внутриквартальных дорогах. Если он туда заедет, там нет ям. Он вместе с этими ямами, он засосет весь песок, все, что есть, и сам контейнер забьется в течение полчаса. Одно вытекает из второго. Да, раньше эти вопросы решали дворники, сейчас по-прежнему с ними проблема? Ситуация улучшилась, несколько улучшилась. Но где-то дефицит порядка 400 дворников остался. Как решаете эту проблему? Заработная плата. Какая сейчас заработная плата? Ну, сейчас в среднем заработная плата в районе 5-5,5, у некоторых 6 тысяч гривен. И желающих особо нет. Я ищу водителей. У нас в коммунальном предприятии УРА работает 111 водителей. Средняя зарплата у них в летний период в районе 11-12 тысяч гривен. Они говорят, что это неправда. Я лично спрашивала, когда есть проблемы, ожидая транспорт. А транспорта нет. Они говорят, а вы придите, поработайте здесь. Ну, как? Вам же повысили зарплату. Они говорят, ну, вот это там со всеми надбавками, со всеми этими категориями. Все-все, вот это если соединить, тогда получается такая сумма примерно, как вы называете. А вот обычные... Я и называю, у нас заработная плата официально в районе 11-12 тысяч гривен. Что я не так сказал? И работать надо там чуть ли не постоянно. Нет, я вам скажу, в прошлую зиму, то есть люди, которые у нас водители работали, у некоторых там в зависимости от переработки, то есть грязная заработная плата, она там достигала там у определенных людей, просто по ведомости, помню, там 23-24 тысячи гривен была зарплата. Хорошо, а в чем тогда проблема? Неужели зарплата в 12 тысяч это мало для Днепра? Неужели так много людей получают выше зарплату, что нет желающих пойти работать на такую зарплату? Ну, я думаю, это вопрос... Я считаю, что это неплохая зарплата. Я считаю, что это вопрос не совсем ко мне. То есть я же не занимаюсь, я не владею рынком труда. А как вы считаете, почему не идут? Я считаю, потому что у нас, к сожалению, у нас сложилась такая ситуация, что у нас не все хотят работать. У нас люди считают, что зачем мне идти работать, куда-то там заниматься чем-то, там помогать, там убирать, строить. Я в ларке посижу, в какой-нибудь разливайке, за 8 тысяч гривен буду там сидеть в фейсбуке весь день, давать комментарии, и получу 8 тысяч гривен. Там же надо идти работать. А как у нас работали раньше на заводах? Пришли полсмены, поиграли в домино. В конце смены и в конце месяца получил такое же количество денег, как и те, как работали. Но сейчас у нас требование. Действительно, надо работать. И некоторые люди у нас уезжали в Польшу, причем 30% тех же водителей у нас уже вернулось, поскольку всем же обещают золотые горы, там зарплаты полторы тысячи евро. Когда он приезжает туда, когда он понимает, что надо заплатить за жилье, надо заплатить за страховку, надо заплатить за переезд. И он там без прав работает по 18 часов, плюс вдали еще от семьи, живут там по 5 человек в одной квартире, некоторые работают 3-4 месяца, у нас 30% уже вернулось, всех взяли обратно. Сложная ситуация. Очень коротко, немного времени остается. Мы о фейсбуке говорили. Вы на фейсбуке проводили опрос, нужен ли крематорий, нужно ли строительство крематория. Что решили? Мы не решили, мы просто проводили опрос. Ну, вы же решаете, что это нужно. В любом случае у нас определено место строительства, в любом случае у нас уже был объявлен, заключен договор на его проектирование, то есть строительство крематория в стадии проектирования. Я планирую, что к весне мы проектирование закончим, но проектирование достаточно очень сложное, то есть это непростой объект. Нам помогают в проектировании коллеги из Германии и коллеги из Голландии. Мы консультируемся одновременно в двух местах. Место, которое называлось на Запорожском. Не на Запорожском. Вы же понимаете, это была такая очень плохая игра. По жилмассиву Тополю прошли люди собирать подписи. А вы знаете, что у нас на Тополе будут строить крематорий? Как на Тополе? А вот так, прямо перед входом в Запорожское кладбище. Людей этого возмутило. Официальная информация была, что за километр до жилых построек. Нет, это потом уже, когда люди узнали, если посмотреть переписку, когда там комментарии все, там огромное количество людей, даже под всеми статьями пишут, зачем вы сбудуражили людей, почему вы сразу не сказали о том, что вы строите аж на Запорожском кладбище, на трассе, на аэропорт. Всем же сказали, строят на Тополе, при входе в Запорожское кладбище, а напротив нас жилые дома. Понятно, что в ум такой никому бы не пришло. Хотя согласно нормативам, хотя согласно той технологии, которая будет использоваться, в советские времена, когда строили крематорий при СССР, когда практически отсутствовала какая бы то ни была фильтрация, охранная зона по закону и сейчас, она составляет 500 метров от жилого дома. От жилого дома. У нас в месте застройки до ближайшего жилого дома, мало того, что, а, тысячу метров, то есть километр с копейками, кроме того, охранная зона, это очень дорогостоящее оборудование, то есть аномально дорогостоящее. У него охранная зона составляет 0 метров. Я выкладывал огромное количество фотографий, где крематория находится в 15 метрах от жилых домов, то есть, если посмотрите Facebook, я выкладываю большое количество, где они, в каких городах находятся. Да, смотрим ваш Facebook. Да, спасибо. Ну что, на сегодня все. К сожалению, у меня опять не хватает времени, но я надеюсь, что сходите. Чаще пригласайте, чаще будем говорить. Я надеюсь, будете скоро в нашей студии еще раз. Спасибо. Спасибо.